Всем привет! Я доктор Евгений. Продолжаю обучать тестированию мышц. Мануальный мышечный тест, или мышечный тест, или ММТ. Сегодня разберем хамстринги, икроножную мышцу и подколенную мышцу. Поехали! Показываю тест икроножной мышцы. Исходное положение. Пациент лежа. Тестирующий или оператор, или доктор, находится у ножного конца. То есть возле ног. Далее. Исходное положение. То есть для тестирующей мышцы, то есть ее преднатяжение, первая фаза. Нужно вывести колено, то есть согнуть колено и вывести ногу в 95-100 градусов примерно. То есть если мы сделаем больше, то получится, что мы будем тестировать помимо икроножной, еще и заднюю поверхность бедра, хамстринги. Нам этого не нужно. Чистый тест, чтобы получить, лучше согнуть ногу на 95-100 градусов примерно. Далее. Тестирующая рука находится в обезьянном захвате и захватывает крючком пятку. Вот таким образом. Стабилизирующая рука, она будет стабилизировать у нас колено. Каким образом? Мизинец с большим пальцем мы ставим на головку малоберцовой кости, а большой палец мы ставим на мышчилок большеберцовой кости. Еще раз, мизинец, головка малоберцовый, большой, мышелок большеберцовой кости. То есть вот таким вот штекером. Далее безымянный палец и указательный палец, они встают на мышелки бедра. А средний палец, он встает прямо по середине коленочашки, надколенника. И вот таким вот штекером, чпок, мы фиксируем коленку. Удерживаем колену в этой области. Для того, чтобы не ерзало колено вправо, либо влево. То есть стабилизировали, взяли обезьянный захват за колено и вывели предплечье параллельно стопе. То есть мы не тянуть будем вверх, куда-то вниз, а именно вдоль кушетки. Таким образом мы встаем, стабилизируемся сами. И движение будет у нас в следующем. Расслабьте ногу, то есть тест будет проводиться вот таким вот образом. Еще раз показываю. Вот таким вот образом. А теперь показываю сам тест. Пяткой тянетесь к ягодице. Вот сюда. То есть вот таким образом. Давите. Дайм, 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 дайм. Это гипотония. Дайм, еще раз. Перепроверяем. Снова получаем гипотоничный тест. Вот и такой тест. Тестирование подколенной мышцы делается в том же положении, в котором мы тестируем икроножную мышцу. То есть с согнутым коленом. Но здесь сгибаем его на 90 градусов. То есть тут нам нужен прямой угол. То есть вот эта позиция ноги. Далее. Тут будет у нас очень интересный захват. Мы будем также стабилизировать, как при тестировании икроножной мышцы. Но стопу нужно попросить согнуть на 90 градусов. Чтобы угол между голенью и стопой был 90 градусов. То есть сделать тыльную флексию или тыльное сгибание. Следующим моментом нужно сделать вот это движение. Умным словом это называется инверсия стопы. Удерживать просим в этом положении. Удерживайте. Захват делаем следующим образом. Тут уже не будет обезьянного захвата. Тут нам большой палец будет в помощь. То есть мы здесь как бы здороваемся. Здорово. За ногу. Она ответила мне. За ногу с пациентом. И выводим локоть, то есть предплечье, параллельно полу или параллельно кушетке. Параллельно той поверхности, на которой лежит пациент. Вот таким образом. Покажу с другой стороны, чтобы было понятнее. Покажу с этой стороны. Сейчас, чтобы было виднее, я просто сгибаю ногу. Но когда вы будете тестировать вторую ногу, не надо сгибать. То есть таким образом. Сгибаем и выводим. То есть вот таким вот образом. Движение, которое нужно будет делать. Сейчас не сопротивляйтесь. Следующее. Мы как бы с одной ноги перекатываемся на другую. И получается вот такой вот скрип. Ну это просто пациент храпит. И получается вот такой вот перекат. При этом старайтесь следить, чтобы не ерзала нога туда-сюда. Стабилизирующую руку держим плотно. Удерживаем. Делаем. Выводим стопу в инверсию. Просим. Держите стопу так. Делаем вот такой захват. Уже не манки гриб. Не обезьяний. И просим давить носком вовнутрь. Давите. Вовнутрь. Даем, даем, даем. И делаем вот это вот движение. А теперь показываю сам тест. Согните. Вовнутрь. Давите стопой вовнутрь. Даем, 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 даем. Получаем гипотонию. Это гипотония подколенной мышцы. Подколенная мышца, она диафрагма колена. Очень много проблем именно с гипотонией этой мышцы связано с артрозами, образованием кистбейкера и проблемами с менисками. Тестирование задней поверхности бедра. Или тестирование хамстрингов. Хамстринги это три мышцы. Бицепс бедра, полусухожильные и полуперепончатые мышцы. Они объединяются в группу, которая называется мышцы задней поверхности бедра или хамстринги. То есть это хам, мясо, стрингс, сухожилия. Те самые подколенные сухожилия. Они, это мышцы, не забудьте. Что делаем? Мы для теста встаем со стороны тестирующей ноги. То есть я сейчас тестирую именно правую ногу, и я встаю со стороны правой ноги. Для теста мы сгибаем ногу на 15-20 градусов. Плюс-минус. Просим удерживать ногу в этом положении. Стабилизирующая рука встает на противоположное бедро. Не за таз, не за колено-сустав, за хамстринги противоположного бедра. И стабилизируем ногу здесь. Просим удерживать ногу здесь. Удерживайте. Тестирующая рука встает на нижнюю треть голени. Таким образом. И я встаю в удобное положение, потому что мое тестирующее движение будет вот этим. То есть я буду как маятник работать. Вот таким образом. Для теста просим пациента давить пяткой к ягодице. И соблюдаем все фазы теста. А теперь показываю, как выглядит сам тест. Удерживайте. Удерживайте ногу. Угу. И давите пяткой на мою руку. Давим, 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 давим. Получаем гипотонию. Показываю еще раз. Удерживаю. Стабилизирую. Давите. Давим, 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 давим. Гипотония. Для удобства, если вы хотите протестировать хамстринги с противоположной стороны, в принципе достаточно удобно. И такая легкая фишка, что не обязательно переходить на ту сторону. Можно потестировать хамстринги и с другой стороны, стоя на стороне противоположного бедра. То есть выглядит это так. Удерживаем. Стабилизируем за эту ногу. Но при этом вам нужно будет... Удерживайте ногу. При этом вам нужно будет наклониться. Чуть вперед. Давим пяткой на меня. Гипотония и гипотония. Пробуйте, тестируйте. Очень много мышц нужно перетестировать. Если хотите понять, где именно проблема, то лучше тестировать по нескольку раз. Потому что, чтобы научиться, нужно тысячу ног перетестировать. Вот здесь вот подсказочка небольшая. Как фазы теста можно соблюдать. Это первый урок по обучению. Он же будет в ссылке в описании. Поэтому смотрите, изучайте. Если есть вопросы, задавайте в комментариях. Очень рад был с вами делиться этой информацией. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok